Да. Можем начинать. Начну с такой очень красивой истории. Как-то раз в конце девятнадцатого века у мэра Иерусалима родился сын, которого назвал Муса Казим Эль-Хусейни, которому не исполнилось два года и он страшно заболел, смертельно заболел. И тогда его папа, который, как каждый верный мусульманин, верит, что в Госсловении пребывает с еврейским народом, обратился к еврейским мудрецам старого города Иерусалима, чтобы они молили за выздоровление его сына. И молились не где-нибудь, а молились у Котеля, у западной стены или то, что тогда уж точно называли только стеной плача, в основном стеной плача. Десять мудрецов пошли, молились, постились. И ребёнок выздоровел. Ребёнок выздоровел. Ребёнок стал большой личностью в арабском Иерусалиме. Вы видите его фотографию. Муса Казим Хусейни. И когда в 2020 году сюда пришла уже не только английская администрация, не только генерал Алленби, но уже вполне гражданская администрация, и пришёл первый верховный комиссар, не просто кто-нибудь, а еврей, Герберт Самуэль. Равкук, тогда главный раввин, будущий главный раввин, его называл Эльезер Самуэль, пришёл и назначил Иерусалим столицей подмандатной Палестины, то Муса Казим Хусейни, спасённый еврейскими молитвами, устроил, инициировал первый существенный в Иерусалиме погром. Тогда это называлось так называемое шествие Неби Муса. Неби Муса – это находится на полпути, даже чуть ближе к Мёртвому морю, на дороге от Иерусалима к Мёртвому морю, где по мусульманской традиции похоронен Моисей, Муса, Неби Муса, Неби – пророк, Муса – Моисей. Почему у них такая традиция, это другой вопрос. Один из одной из толкований говорит, что потому что с того места видна гора Нево, там, где Моше действительно похоронен. Так или иначе, в этом году это совпало с еврейским Песохом, праздником Исхода, свободы, и огромное шествие из десяток тысяч арабов пошло в сторону Иерусалима. Там их встретил Муса Казим Хусейни и направил против еврейского населения. В результате этого погрома в Иерусалиме погибло 6 евреев, больше ста были ранены и женщины изнасилованы. И потом, то есть это было, можно сказать, начало наиболее яркое. Не то, что до этого не было столкновений, но это было первое массовое столкновение, не просто шайка, а он выступал перед толпой, которая насчитывала 60-70 тысяч человек, настраивая их, агитируя их против сионизма, против декларации Бальфура, против еврейского Иешува, против еврейского Иерусалима и неважно какого, старого Иешува, нового Иешува, в пределах стен или нет. Этот человек сегодня, он похоронен на Храмовой горе. Его сын, Абдельхадр Хусейни, это командир арабских сил, которые 27-28 лет спустя, в конце 47-го, начало 48-го года, организуют осаду Иерусалима. Он сам погибнет в апреле 48-го года в Кастель, не доезжая до Иерусалима, Абдельхадр Хусейни, и он тоже похоронен на Храмовой горе. Теперь, это начало, оно может быть чуть-чуть любопытное. Это личность Муса Казим Хусейни, не о ней мы будем говорить главным образом, мы будем говорить о его родственнике, видимо, его двоюродном, братье, или одним из них, не точка, я не смог точно выяснить, но понятно, что они часть одного клана, которые долго были из поколения в поколение мэрами Иерусалима, пока англичане у них не забрали это и передали это другой династии, на Шашиби. Главная личность, которая нас сегодня будет интересовать, это Хаджамин Хусейни, который в 21-м году будет назначен верховным муфтием Иерусалима. Как это произошло, об этом я вам дал достаточно, тут привел достаточно ясное и короткое описание, опять же, в книге Феликса Канделя «Земля под ногами». Второй отрывок тут. Выборы Иерусалимского муфтия проходили в два этапа. Сначала специальные выборщики выдвигали трех кандидатов, набравших большинство голосов, а затем власти назначили одного из них на пост муфтия. В апреле 21-го года прошли выборы кандидатов на четвертом месте. Оказался Хаджамин Хусейни из Иерусалимского клана Хусейни, один из инициаторов еврейского погрома 20-го года, о котором мы говорили. Главным инициатором, это был двоюродный его брат, видимо, Муца Казим Хусейни, а он один из участников. Верховный комиссар Палестины не мог назначить его муфтием. Почему? Потому что он не был в первой тройке. Он занял четвертое место. Не мог назначить его муфтием. И тогда сторонники Хаджаминна заговорили о том, что евреи пансифицировали выборы, чтобы провести на эту должность еврейско, сианистского муфтия. Из этого мы понимаем, действительно, что были семьи, были кланы арабские, которые весьма благосклонно относились к еврейским репатриантам. Герберт и Самуэль уговаривали аннулировать выборы, и он колебался. А страсти пока что накалялись, пока не случились новые беспорядки. В городе Яфа, на побережье Средиземного моря. 1 мая 1921 года толпы арабов с ножами и топорами кинулись в бить яфских евреев. Погромы продолжали 7 дней, погибли 47 евреев. Это уже вторые погромы после Песах 20-го года. Вторые погромы. Погромы продолжали 7 дней, погибли 47 евреев, были ранены 146. Еврейские солдаты под командованием Марголина отстояли Тель-Авив без приказа начальства, после чего Марголину пришлось подать в отставку, а остатки полка расформировались. Чтобы успокоить арабское население, Верховный комиссар Палестины амнистировал главных зачинщиков беспорядков, объявил о временном прекращении еврейской миграции и решил назначить муфтием представителя семейства Хусейни. Чтобы это стало возможным, одного из избранных кандидатов уговорили отказаться от этой должности. На его место попал 26-летний Хадж Амин Аль-Хусейни и Герберт Самуэль назначил великим муфтием Иерусалима. Так все началось в апреле 1921 года. Приятно познакомиться. Хадж Амин Аль-Хусейни, здесь это 1942 или 1943 год, приветствует 13-ю дивизию СС, организованную им в рядах Вермахт, в рядах немецкой армии в ходе Второй мировой войны. Теперь. Хадж Амин Аль-Хусейни. Какие у него есть преимущества и что означает, что несет в себе этот титул Верховный Муфтий? Есть на самом деле две главные, можно сказать, в Иерусалиме, в арабском Иерусалиме, две главные должности. Первая должность – это мэр. Вторая должность – это муфтий, мэр города. Муфтий, что значит муфтий? Глава, религиозная глава Иерусалима. Что это означает? Весьма не так, на первый взгляд, не так много. Иерусалим был в арабских руках 1300 лет. Никогда он не был столицей. Какого были арабского государства? Даже в той области, в которой находится Иерусалим, столицей является не Иерусалим, а Рамли. В Коране Иерусалим не упоминается ни разу. Ни одно из четырех названий этого города по-арабски не упоминается в Коране. Ни Аэлья от латинского Аэлья Капитолина. Ни Бейт-эль-Макдас от еврейского, евритского Бейт-Амикдаш, то есть храм. Ни Эль-Урсалим дословный перевод, ни Эль-Кутс, более современное название, ни одно из этих четырех имен мы не находим в Коране. Мы это находим в более поздних традициях. Так или иначе, все время мусульманского присутствия в Иерусалиме и в стране Израиля, или в том, что они называют Шаам, Сирия, Восток Иерусалиму не придавалось особого значения. То есть можно было подумать, с чего вдруг позиция муфтия столь важная, что Герберт Самуэль ей полагает умиротворить бушующих арабов. На это есть несколько ответов простых. Во-первых, это деньги. Это позволяет собирать деньги. Во-вторых, это должность, которой можно воспользоваться, как, как сказать, как некой, уф, выскочила из головы, платформой, чтобы из нее начать что-то строить. И это то, чем начинает заниматься Хаджамин Эль-Хусейни. Он собирает еврейские фотографии наподобие фотографий или открыток даже. Вот такая открытка. Я сейчас покажу, не смог ее найти на интернете. Отсюда видно такая открытка. Вы видите здесь среди прочего храмовую гору, семисвечник, минору и так далее. Символы, связанные с Иерусалимом. Другой похожий символ сверху написано «Если забуду тебя, Иерусалим». Такие отрывки, такие открытки еврея Иерусалима с ними поздравляли евреев диаспоры Галута. Это были благодарственные открытки, которые они посылали за то, что им присылали деньги, за то, что за помощь, за... в качестве приветствия. Такие же открытки потом печатало сионистское движение. и эти открытки, вот, допустим, да, это газета «Девъебище фольк» 20-го года, 20-го года, видно, «Девъебище фольк», вы видите, герцель и толпа людей, евреев, которые отправляются в Иерусалим и где-то вдали виден там, что храм, и туда идут евреи. Почему? Потому что так отмечают, отмечают начало английского мандата на «Вератисхайл». Теперь Хаджамин Эль-Хусейни собирает все эти отрыски, собирает это несложно собрать, да, все еврейские лозунги «Если забуду тебя, Иерусалим», в следующем году в Иерусалиме собирает и готовит огромное клеветническое досье, в котором он говорит, вы знаете, что? Евреи на самом деле, они хотят, что их волнует и что их интересует? Они хотят захватить Иерусалим, они хотят захватить храмовую гору, они уже захватывают, стену Эль-Бурак, это арабское название Стены Плача, что такое Эль-Бурак? Это простой ответ на это, это название коня Магомета, который, на котором он прилетел и потом отправился получать от Бога заповедь молиться, да, и по традиции мусульманской, которая примерно 19 века новой эры, он привязал этого Бурака к Стене Плача, и поэтому, да, начали, короче, что говорит Эль-Хусейни, Хаджамин Эль-Хусейни, что они уже у нас забирают Стену Плача, и это только подготовка к главному их проекту, а именно захватить храмовую гору, разрушить мечеть Акса, разрушить купол Омага, и таким образом унизить ислам, забрать у ислама третий самый святой город, и так далее. Теперь он об этом публикует книги, он это распространяет по всему арабскому миру, он об этом ведет передачи, и он готовит почву в течение все двадцатые годы, он готовит почву к тому, чтобы арабский мир наконец-то начал верить, что как мы говорим на иврите Эль-Акца Бесакана, что мечеть Эль-Акца это не золотой купол, золотой купол называется купол Омага, и он расположен над Эвен-Аштия, над камнем основания, то есть и то, что арабы называют Ас-Сахра, то есть там с чего по традиции был сотворен мир, это не золотой купол, Эль-Акца это мечеть, которая более восточная, и он говорит, что все это Эль-Акца в опасности, евреи укражают Эль-Акца, они хотят ее уничтожить, и со временем это начинает действовать, со временем эта угроза она да, южная вы хотели сказать, более южная, более, да, южная, совершенно южно-восточная, южно-восточная часть, спасибо, которая что-что которой угрожают которые угрожают угрожают евреи. Теперь мы стараемся кое-как ответить. Тогдашний де-факто министр иностранных дел Ешува Хаим Орлозоров так называемый глава политического отдела публикует можно сказать единственный документ который еврейское агентство публикует и распространяет по-арабски 5000 экземпляров и где он говорит у нас вообще нас не интересует храмовая гора мы мы не имеем никаких намерений относительно и уж точно мы не пришли в Иерусалим это пишет Нахум Соколов который будет главой всемирной сионистской организации у нас уж точно нету никаких намерений ни с кем ни с какой из религий из трех религий ссориться мы возвращаемся в Иерусалим не ради мира не чтобы кого-либо оттуда вытеснять разрушать и так далее евреям очень важно и уж точно сионистской организацией очень точно очень важно изначально сказать что мы не пришли сюда чтобы вести войну войну религии на что в наших силах чтобы это избежать сказать что это многих убеждает ну скажем так это это будет эфемизмом да это это никого никого кроме нас самих возможно не убеждает и поэтому в конце концов мы понимаем что Иерусалим со временем превращается в некий центр противостояния тактика Хаджамин Эль Хусейни она очень простая он помимо этого он смотрит как действует сионистское движение и он копирует его действия почти один к одному евреи основали университет в Иерусалиме открыли университет его открытие в двадцать пятом году замечательно арабы там построят университет араб университет Эль Куц евреи устроили сионистский конгресс замечательно мы устроим арабский конгресс у евреев есть голубенькая касса для закупки земель для выкупа земель для выкупа и так далее и заселение земли замечательно у нас будет народная касса Купатаума у евреев есть гостиница которую они называют Мелех Давид главная гостиница в Иерусалиме замечательно у нас тоже будет гостиница мы ее назовем Палас Палас она расположена вот тут фотография сегодня это Вальдо Форстория сегодня на ее месте ровно на ее месте расположена в Иерусалиме самая-самая дорогая гостиница которую можете себе представить если у вас есть лишние 5000 шекелей 1000 с чем-то долларов так можете там провести одну ночь если вы хотите скидку ну так вам будет 2000 шекелей 500 долларов 600 долларов да самая дорогая гостиница которая сегодня расположена где на перекрестке улицы Агон да которая в двух шагах в двух шагах от центра города это центр Мамила да знаете новый-новый большой такой коммерческий центр центр Мамила прямо напротив вот тогда понятно естественно там не было Мамила это было нечто совсем другим он строит гостиницу Палас теперь что интересно воспользуюсь этим моментом что рассказать несколько курьезов ему ее строят евреи Катинка его называют Катинка еврейский подрядчик и теперь и он говорит смотри да то есть понятно что у гостиницы там не пользуются и там нужно чтобы было место для слива как это отходов отходов от муниципалитета они не получают разрешения подключиться единственное место куда ты можешь это слить это мусульманское кладбище действительно против этой гостиницы до сих пор расположены расположены мусульманские могилы Катинка еврейский подрядчик обращается обращается к Хусей и говорит смотри мы ограничены мы не можем кто-то ему отвечает не обращай внимания пусть все эти отходы льются на что на мусульманские кладбища кто дает этот ответ этот ответ дает Хаджамин Хусейни главный муфти Иерусалима еще один курьез в этой гостинице в 37 году потом заседала английская комиссия комиссия ПИЛ именно ПИЛ который лорд ПИЛ который был во главе этой комиссии которая была созвана потому что в 36 году началась волна террора арабская и они собрались чтобы решить что же делать тут как делить и они порекомендовали что нужно будет делить на два государства одно из которых еврейских но котинка в комнате где заседала эта комиссия в гостинице в гостинице ПАЛАС установил там аппаратуру благодаря которой мы могли все подслушивать подслушивать и они поняли по каким принципам вообще рассуждает эта комиссия и что она смотрит да то есть что принципы которым она принимает решение это демографические принципы поселенческие где живут арабы где живут евреи там будут проходить границы там где больше евреев будет еврейская граница там больше араб будет арабская граница и в результате этого подслушивания началась программа так называемая ХОМАУ МИГДАЛЬ это башня и и стена в результате которой были основаны десятки и десятки поселений на севере на юге в Галилее и так далее чтобы расширить границы еврейского Иешува все это проходило да это чуть-чуть анекдотичные рассказы но все это происходило в гостинице ПАЛАС который еврей Катинка построил для верховного иерусалимского муфтия Хадж Амин Эль Хусейни так или иначе весь 20 все 20 годы Хадж Амин Эль Хусейни готовит как говорится пропаганду с тем чтобы в конце 20 годов уже начать можно сказать первый это будет первый и очень существенный залп противостояния войны против еврейского Иешува что происходит что происходит в Йом-Кипур здесь я это не привел но окей в Йом-Кипур 28 года евреи как обычно собираются у западной стены на молитву молитву Коль Нидвей и тут вдруг английский офицер замечает что есть деление как принято в любой еврейской синагоге между мужчинами и женщинами он обращается к арабским старостам спрашивают у них скажите что это за перегородка те притворяются что они первый раз слышат о такой перегородке что они возмущены до глубины души что такое недопустимо и что это нужно медленно немедленно снять и так далее и тут начинается начинается волнение в 9 ава летом 29 года то есть тот же еврейский год да но григориянский это началось в 28 продолжается в 29 там проходит демонстрация еврейской молодежи во главе с движением жаботинского бейтав который протестует против унижения евреев у западной стены у стены плача не разрешают трубить шофар не разрешают молиться когда мы хотим как мы хотим по нашим по нашим обычаям несколько дней после этого шествия начинается погром который уничтожает полностью древнейшую еврейскую общину в хевроне самую большую ешиву во всем ешуве слободка которая тогда находится в хевроне там учится больше 200 учеников община там существует свыше 500 лет погибают крайне жестоким способом там убивают женщин детей стариков мужчин это описано многих достаточно многих источников потом издеваются над телами община перестает существовать беспорядки также постигают еврейскую общину у шхемских ворот в старом городе на улице Хагай в старом городе это улица которая сегодня идет от Котеля и к шхемским воротам на который тогда жило в 19 веке до 5000 евреев то есть главное еврейское население в то что сегодня принято называть мусульманском квартале тогда это называлось не мусульманский квартал смешанный квартал там жили 5000 евреев все евреи покидают вынуждены покинуть это местность погромы также постигают Ицфат другие другие места то есть это только тогда в 29 году Ешов понимает что сионизм как говорим на иврите это не пикник что нас здесь не принимут с распростертыми с распростертыми объятиями в 30 году в результате этих беспорядков английские власти созывают комиссию созывают комиссию комиссия Шау которая что она определяет она определяет если мы думаем что ЮНЕСКО ее последнее решение это какая-то новинка так мы ошибаемся эта комиссия собирается чтобы определить кому принадлежит западная стена кому принадлежит Котель она выседает в Иерусалиме и просит у представителей арабов и евреев сказать что вы думаете им обращается Хаджамин и Хусейни и пишет что это эта стена она принадлежит вакфу она исламу она принадлежит арабской нации она имеет религиозное религиозное значение и то что они позволяют там молиться евреям так это некое одолжение которое ислам готов дать еврейскому народу и за это евреи должны говорить спасибо а ни в коем случае не требовать и ни в коем случае уж точно не трубить там в шофах почему потому что как известно по мусульманскому праву общественная сфера она принадлежит исламу и поэтому там может звучать только мусульманский да то есть только муэдзин и при взык молитве да не 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 колокола христианские и не еврейские шофа и так далее в ответ вызывают приходит свидетельствовать главный раввин еврейского ишува который не стесняется важно отметить что за некоторое время до этого меньше года до этого к нему пришли представители представители ишува еврейского еврейской общины земли израиля с просьбой подписать письмо где было написано что чтобы умиротворить арабское население земли израиля мы просим отказаться от еврейских прав на западную стену и многие даже лидеры ишува были готовы это подписать по разным причинам главная из которых это чтобы умиротворить чтобы алия могла продолжаться чтобы строительство могло продолжаться чтобы строительство ишува могло продолжаться и чтобы арабы не дай бог на нас не нападали реакцию Рава Кука описывает поэт Хайм Нахман Бьялик что он его описывает следующими словами что скала держался как скала то есть не сдвинулся ни на сантиметр как скала отказался он тогда был Бен Гурьон и Байцман находились за границей он был главным представителем и он отказался и ту же позицию он придерживался перед комиссией шоу английской комиссии и который он сказал кто вообще такие кто такие англичане кто такие другие чтобы определять право еврейского народа который который это построил который здесь находится испокон веков и он привел принцип принцип очень интересный я его сначала может прочитаю на 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 еврите чтобы точнее потом перевести очень коротко принцип который в котором содержится можно сказать весь весь довод от начала и до наших дней что в еврейской аллахе есть принцип который называется еуш баалим что хозяева которые потеряли надежду что он говорит да что когда Но когда кто-то говорит, что когда есть что-то потерял, неважно, когда даже потерял участок земли, или кто-то у меня его забрал, и я потерял надежду туда вернуться или его себе вернуть, то этот участок считается уже не моим. Но если я не потерял надежду, и я отказался всё время признать, что это перешло в руки третьего лица или человека, который у меня это забрал силой или другими средствами, то я никогда, то эта собственность, она всё время чистится за мной. Она никогда не переходит к другому, который у меня это забрал, который у меня это забрал, перепродал второму, то третьему, четвёртому и так далее. Это всё время остаётся за мной. И он продолжает и говорит, что все две тысячи лет изгнания мы продолжали молиться в эту сторону, продолжали молиться о возвращении в Иерусалим. И каждый раз, когда мы возвращались, мы первое место, куда шли, это котелью к стене платья к Иерусалиму. И это является большим доказательством, чем всё остальное, что мы от этого не отказались, мы не отказались от котеля, и поэтому мусульмане не могут требовать и не могут претендовать на неё, и уж точно не делают нам никакие одолжения, мол, мы вам даем разрешение там молиться и так далее. Да, сейчас, может быть, секунду, есть вопросы, всё, нет, нет, чат, всё понятно, а то я тут... А то задавайте, можно что рассказать. Если нет, тогда игра продолжаем. Продолжаем? Окей. Теперь, то есть то, что мы видим, это что вырисовывается определенная модель, по которой первая вспышка практически всегда она происходит в Иерусалиме. И неважно, какой предлог, неважно, это перегородка, неважно, трубление ли это в шофар, неважно, это шествие евреев, которые вообще проходят по центру нового города, неважно, что, да, но это но это Иерусалим. То есть вдруг Иерусалим приобретает, начинает впервые, впервые приобретает для мусульманского и для арабского мира центральнейшую позицию, центральнейшую позицию, вокруг которой мобилизуется весь арабский мир. Я хочу привести рассказ одного, может быть, наиболее яркого сегодняшнего специалиста в этой области, который написал около дюжины книг, посвященные Иерусалиму, это Надав Шагаи. Надав Шагаи, который в книге, он написал книгу «Эль-Акца» в опасности, и где он приводит рассказ одного египетского интеллектуала, который вместе со своей мамой приехал из Египта в Иерусалим и поднялся на храм в Лугару и увидел, что там евреи не имеют права молиться, арабы, мусульмане молятся десятками тысяч, что ограничения относительно евреев, они очень жесткие, строгие с точки зрения арабов, все намного куда мягче. То, увидел, помолился, ушел. Потом он пошел туда, куда арабы ходят, чтобы получить дополнение к своему имени хадж. Как известно, человек, который, араб, мусульманин, который пошел на паломничество в Мекку, он имеет право, то есть он встраивает праздник, гирлянды, и получает себе хадж, и там рассказывает этот египетский интеллектуал, он рассказывает, что видел одного, слышал, стоял, слышал, как один из, как сказать, клерикалов, да, то есть произносил речь, произносил речь, которую он говорил, насколько унижено арабское состояние в Иерусалиме, как евреи насилуют Иерусалим, как они притесняют права мусульман на Харам Эль-Шариф, на Храмовой горе, как они их не пускают, как они издеваются, и он рассказывает, и он рассказывает, как он стоит и слышит, и он помнит, и он понимает, что это неправда, что он там только что был, он почти оттуда и приехал, он совершил маленький хадж в Иерусалиме, хадж в Мекку, и он видел, что наоборот ограничивают евреев, опускают арабов, но он рассказывает, как у него начинают литься слезы, и как он начинает потеть, и как он начинает волноваться, и как его затягивает, и рассказывает надавш хагаи, как ты понимаешь, насколько эмоции сильнее разума, насколько субъективность в конце концов побеждает объективность, твое личное свидетельство, насколько это заводит толпы, насколько это собирает массы, клич «эль акца бэсакана», не знаю, как это по-арабски, это «эль акца», крайняя мечеть, «эль акца» это крайняя, в опасности, и таким образом, и таким образом собираются толпы, и под этот клич сто лет, вот начиная с 1921 года, до этого такого не было, начиная с 1921 года, когда Хаджамин Ниль Хусейни пришел на пост главного мутия Иерусалима, и до шейха Раэд Салах, сегодняшняя возглавляющая северное звено мусульманского движения Израиля, который прибегает ровно к этим же доводам, утверждая, что мы хотим это подорвать, то есть вот эти сто лет, клич, вокруг которого объединяется арабский народ против сионистского движения, против государства Израиля, против еврейского народа, это акция Бесакана. И в этом нужно признать гениальность этого человека, которого мы здесь видим. Он понял, как можно превратить абсолютно второстепенное движение, ведь тогда арабский мир воевал на всех фронтах, у него было противостояние в Сирии, противостояние в Ираке, в Иране, в мусульманский мир, в Северной Африке против Франции и так далее, и так далее, в Египте против Франции, везде, да, как превратить вот этот маленький пятачок в центральную, в объединяющую платформу всего арабского мира, более того, не только арабского, всего мусульманского мира. и он это сделал посредством Эль Акца Эль Акца Бесакана, да, тут я не просто так привел эту фотографию, об этом, может быть, следующий урок, я буду об этом говорить, но тут было важно привести, что он служил при Эйхмане, есть известная встреча его с Гитлером, есть переписка, есть договор, есть договор, где они говорят, что наш союз нацистской Германии опирается на общий интерес уничтожения евреев и на обязательства нацистской Германии при оккупации Палестины заняться уничтожением еврейского народа. В Палестине уже у него был конкретнейший абсолютно проект сделать лагерь уничтожения в долине Дотан, долина Дотан, это возле сегодняшнего Северной Самарии, Северная Шхема, вернется Большой Арабский город, ну, выскочила, выскочила, короче, там, где продали Йосефа, там, где продали Йосефа, это выскочил Большой город, вернуться, нет, Северная Шхема, Северная Шхема, ну, там, где были тяжелейшие бои в 15 лет. Дотан, 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 не, не, не Дотан, Дотан, это долина, ну, мы там были, были там с нашим подразделением, я его забыл, Дженнин, Дженнин, уф, Дженнин, да, 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 в городе Дженнин, да, то есть там, вот, около него он собирался это установить, и есть исследование, которые, которые писал и Довконтор, которые писали русские историки, что в рядах, да, то есть, что мусульманский мир во главе с Хаджамином и Хусейном поставил немецкой армии во время Второй мировой войны более 30 дивизий, 415 тысяч войск среди них дивизии СС, среди них, ну, огромное количество, огромное количество войск, он, да, то есть он тогда транслировал, Хаджамин и Хусейни транслировал из Берлина по-арабски на весь арабский мир, чтобы его мобилизовать, чтобы мобилизовать на пользу и как союзник, как союзник Третьего, Третьего Райха, он переезжал между разными подразделениями, издавал им учебники и так далее, да, объясняя, почему нацисты воюют, почему окончательные решения еврейского народа и так далее и тому подобное, да, то есть мы понимаем, что это лидер не местного значения, не мелкий, а абсолютно крупнейшего, крупнейшего значения, который сумел мобилизовать вот таким образом арабский мир против еврейского народа. Теперь второе, что можно сказать, на что он все-таки опирался, и это, да, то есть я не хочу слишком об этом об этом говорить, но сегодня, когда вы спрашиваете у араба, скажи, ну вот, Иерусалим, где он упомянут у вас, то он тебя естественным образом куда отправляет, отправляет Коран, вот 17 сура, первый стих, ночной перенос, теперь давайте прочитаем, что здесь написано, и где здесь Иерусалим, во имя Аллаха, милостивого, милосердного, причис тот, кто перенес ночью своего раба, чтобы показать ему некоторые из наших знамений, из заповедной мечети в мечеть Аль-Акса, окрестностями которой мы даровали, окрестностям которой мы даровали благословение, воистину он слышащий, видящий. И я не специалист на эту тему, и каждый раз преподаватель спрашивал, где здесь, вот найдите здесь, пожалуйста, упоминание Иерусалима. Да, вот человек, который это видит как чистый лист, он здесь этого не найдет. Причис тот, кто перенос ночью своего раба, своего раба, это кто? Это Мухаммад, это Магомед, чтобы показать ему некоторые из наших знамений, наших, всегда в Коране Бог, Аллах говорит множественные наших, то есть божественных знамений. И заповеданные мечети. Заповеданные мечети, это что? Это Мекка. Это центральная, это туда хаджи, это центральная, заповеданные мечети, в мечеть Эль-Акса. Теперь, что такое Эль-Акса? В первые годы ислама всем это было понятно. Почему? Потому что Коран это объясняет. Мухаммад один прекрасный день решил со своими соратниками отправиться в город, который называется Таев. Таев сегодня в Саудовской Аравии. Есть даже такой один договор Таевский относительно Ливана, который был заключен в 70-х годах. Пошел в Таев, теперь этот город находится на расстоянии двух дней пути. Когда ты идешь по пустыне, ты не можешь ночевать ночью в пустыне, а то ты не проснешься. Поэтому должен где-то остановиться. Где он останавливается? Он останавливается в городе, который называется Джир-Ам. Сейчас проверю, точно ли он так называется. Называется в городе на полпути, который называется Джир-Ан. В этом городе есть две мечети. Одна близкая в центре, Эль-Адна, и одна далекая, крайняя, по-арабски, Эль-Акца, от ивритского КАТЭ. КАТЭ, край, крайняя, и там он молится. И всем понятно, когда здесь написано, что он был в Эль-Акца, то это просто более дальняя мечеть, города Джирана, в котором он остановился на пути из Мекки в Таэф. Поэтому в Коране мы не находим ничего про Иерусалим, который мы имеем в виду сегодня. Когда это начинает появляться? Это начинает появляться с хадисами. Хадисами это, что можно сказать устная Тора, которая со временем и то не все хадисы. У шиитов хадисы приписывают святость не Иерусалиму. До Хомени они приписывают святость помимо Мекки и Медини городу Наджав. Потом еще другим городам. И только со времен Хомени в 79-м году и шииты начинают приписывать Иерусалиму святость. Поэтому приписывают это в основном сунниты. Но и даже у суннитов есть авторитеты, которые никакой святости не приписывают Иерусалиму. Которые говорят нет, святое это Мекка, это Медина, Медина, куда совершил Мухаммад Хиджру, эмиграцию, бежал из Мекки. Эль-Кутс никакого значения не имеет. Но так или иначе мы видим, что это более поздняя традиция, которая тем не менее, тем не менее со временем стала очень популярной. И именно на эту традицию это, можно сказать, вторая существенная опора, на которую опирается Хаджамин Эль-Хусейни, чтобы сказать, что евреи посягают не только на Иерусалим, на Эль-Кутс, не только на Эль-Бурака, не только Мухаммада, не только, да, то есть на... он, кстати, перестает это называть Бейт-Эль-Макдас. Почему? Потому что Бейт-Эль-Макдас это Бейт-Амикдаш, это храм, да, это прямая ассоциация с храмом Соломона, да, которую он еще признает, Хаджамин Эль-Хусейни, путеводители по храмовой горе, он пишет, 25-й год, он пишет, что здесь был, по его, по его, по его мнению, три храма, первый Соломоновый храм, Сулейман, он это признает, но, но это все же мешает, да, значит, у евреев здесь есть какое-то, какое-то право, да, что-то, что-то иметь, и потом это постепенно, постепенно это стирается, это стирается, и остается только, только мусульманское, чисто мусульманское, мусульманское традиции, иными словами, мы видим, что миф угрозы, опасности с еврейской стороны Харам Эль-Шариф, храмовой горы, и с другой стороны, так называемые устные хадисы, хадис, что такое хадис, это кто-то, который говорит, я слышал от того-то, который слышал от того-то, который слышал от того-то, который слышал от Мухаммеда, что он, на самом деле, вот был этот ночной путешествие, ночной перенос, куда? Эль-Акция, которая была в Юрсалим, которая была в Ярусалиме, да? Но это поздние хадисы, эти хадисы, это, им, как сказать, они достаточно, как сказать, либерально, либерально пишутся, в Ярусалиме, но вот, и что интересно, да, сейчас я уже не буду как бы это продолжать, потому что об этом нужно очень много, много продолжить, но до сих пор, до сих пор это главный катализатор, главный объединитель арабского мира против Израиля, да, недаром, даже в наше время, да, вот последняя, можно сказать, существенная интифада, как она называлась, интифада Эль-Акция, да, могил восстания Эль-Акция в палестинской автономии, спецназ их во время волны террора 2000-2001-2002 года назывались Гдудей Эль-Акция, да, и та же интифада, которая началась в 2000-м году называлась Интифада Эль-Акция, да, то есть, что все связано, все вокруг Иерусалима. Рега, что-то вы сегодня мало вопросов задаете. Тогда можно вопрос? Что? Вопрос, да. Да, а это, почему нельзя в пустыне ночевать или вы сказали, что там можно не проснуться? Нельзя, потому что разбойники и дикие звери. А, понятно. Из-за этого, не-не, не потому что это какое-то там суеверие, не-не-не, потому что в пустыне, то есть, чем живут бедуины, чем живут, чем они живут? Они живут радзья, радзья, это налеты, налеты, все, мужчин убил, женщин захватил, верблюдов в свое, как сказать, в свое стадо, и все, и поэтому в пустыне, да, и это до 19 века, до 19 века. А дикие звери какие? А? А дикие звери какие там водятся? Я вам скажу, когда мы были, не знаю, в армии в пустыне, то к нам приходили шакалы, если мы были еще чуть нюжнее, могли бы приходить рыси, да, то есть дикие звери есть. И они попадают на людей, да? Да, 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 какие есть аудзиарады, я не знаю, я не знаю, но так или иначе, да, они там тоже были, поэтому это в пустыне, да, вы видите, да, что обычно каждое поселение это максимум 30 километров, потому что 30 километров это то, что можешь пройти за один день на верблюде, да, и поэтому на Батейце, допустим, да, еще давно они строили вот свои свои пункты примерно каждый плюс-минус 30 километров, потому что больше ты просто не можешь пройти, ну, может, ты найдешь колодец и там что-то построишь, какой-то оазис, да, но так нет, и поэтому, да, это Таев от Мекки, это два дня пешком, нужно было обязательно где-то где-то остановиться, вот, но так или иначе мы понимаем, что до сих пор, до сих пор нас это сопровождает, да, иначе мы не понимаем, почему Абумазан и почему Иордания, они столько предпринимают, чтобы каждый год заново проводить решения в ЮНЕСКО и в других ООНовских и других организациях против еврейского Иерусалима, против признания еврейского права на храмовую гору, на Коттель, на его присутствие, да, и что всегда Иерусалим это в центре сознания, и что все больше и больше мусульманский мир, как шиитский, так и суннитский, утверждает, да, что ислам пошел от Мекки и Медины, но он завершит свой путь в Эль-Кутс, в Иерусалиме, в Иерусалиме, да, очень интересно, что, как бы, когда вы смотрите на мусульманские источники, на мусульманскую историю, да, так вы видите, что Иерусалиму никогда не отстраивали, даже когда Иордания здесь правила 19 лет, то откуда произносилась главная их, как сказать, драша, ну, религиозная речь в пятницу, да, в пятницу после обеда, когда она, где она произносилась, она произносилась не из Иерусалима, она произносилась из Амана, рабат Амон, поэтому Иерусалим это всегда для них был захолусть, и мамилюки даже разрушили стены, и Иерусалим много веков был без, пребывал без стен и так далее, когда он только начинает их интересовать существенно, только когда евреи сюда возвращаются, и тогда начинается копирование, у вас университет, у нас университет, у вас гостиница, у нас гостиница, у нас даже два университета, они скажут, да, есть два университета, почему? Это уже более глубокий вопрос, потому что понимают, что противостояние в конечном итоге оно вокруг Иерусалима, и это миф, в который готовы верить, и тут, да, то есть вопрос к нам, что мы готовы на это отвечать, готовы мы ли на это отвечать, Или мы хотим продолжать, стараться избегать этого вопроса, как мы делали еще с Нахум Соколов, с Хаймар Лозуров 80-90 лет тому назад. Вопросы, Машу?